Доброго времени суток, дорогие подписчики, друзья, знакомые, родственники. Проезжаем такой лесной массив, как бы, и захотелось его просто заснять. Вот здесь есть Миргора, можно доехать до туда чуть-чуть, потом подняться на Миргору. Я ни разу там не был. Мы здесь паркуемся, дальше мы не поедем. Можно вон там развернуться. Дальше пойдем пешком. На улице вообще прекрасная погода. Забрать ключи с машины, на всякий случай, чтобы никто не поехал. Кто забыл подписаться на YouTube-канал Желтая Пресса в Деревенске, пожалуйста, подписывайтесь. Мы делаем обзор деревенских домов, которые продаются в деревнях. Сегодня по пути мы решили заехать. Как это сказать, Миргора. Здесь в этой лесном массиве, в лесу, есть Миргора. Насколько мне уже стало известно, это святое место. Просто я хочу пройти, вообще, посмотреть. Воздух здесь вообще для прогулки замечательно. Ну, видите, мы на автомобиле не стали дальше ехать. Хотели вообще пройти, посмотреть. Ну, я так понимаю, что дорога к этому месту не зарастает. Здесь, наверное, много людей бывает в этих святых местах. Это находится, там, Минская область, в Слудском районе. Недалеко расположена деревня Сороги. Деревня Сороги – это Слудского района. Деревня Новый Рабак Стародорожского района. Можно сказать, вблизи вот этих деревень расположена Миргора. Вообще, погода такая. Как бы вот, у нас же снег уже был первый, можно так сказать, выпал. Ну, он быстро растаял. И, как видим, в лесу, в принципе, весь влаги, наверное, было мало. То есть, погода плюсовая, днем же все-таки весь снег растаял. Хорошо такие прогулки особенно в лесу. Я вот и иду как бы в гору, только я еще как бы не понимаю, где Миргора. Ну, вот, может быть, даже где-то здесь. Ну, как в предыдущих комментариях писали, здесь на это место приезжали даже священники. Ну, получается, мы все время, как не идем, мы все время поднимаемся вверх. Да, классно здесь. Я не знаю, когда-нибудь видели такую большую сосну? Какая-то. Это реально такая сосна. Вообще, ствол высокий. А береза какая. Я бы даже не узнал, что это береза уже очень старая. Вот, я про эту березу говорю. Вот она стоит. Видите? Это вот береза. Представься, какая она высокая. Я таких еще тоже ни разу не видел. А снизу уже идешь, если вверх не посмотришь, даже не узнаешь, что береза обросла мхом. Такая вот прогулочка, необычный такой контент. Сегодня у нас на YouTube канале Желтая Пресса Деревенский. В лесу, видите, еще как бы зелень есть, папоротник. То есть, этим папоротником, я думаю, питаются животные. Они здесь еще зеленые. Я думаю, козочки, овцы тоже не отказались бы от такой подкормки. Я даже вот когда-то слышал, мне кто-то говорил, или я где-то это вычитал. Там был вот лист. Лист, если вот вместо сена можно заготавливать лист. Вот такие вот в лесу веточки, видите. Они вот козыш их вообще, то есть, любят. Так, ну что. Не могу понять. Ну, я понимаю, святое место, мир гора. Но здесь должен какое-то обозначение стоять, может. Не знаю, но мы еще в гору поднимаемся. Все время в гору, в гору, в гору. Здесь классно зимой на эти кататься. Сноубордов там, подушках, санках. Ну, деревья тут вообще очень такие большие. Сейчас вот в лесу, в лесном осе, мы видим, ну, какие-то строения. Сейчас мы и пойдем туда, вверх. Ну, это вообще здесь. Я таких деревьев не видел. Давным уже, если честно. Вот это дерево, да? Сосна, ты вдвоем ее, вдвоем обнимешь? Два абхата. Вот мы, наверное, приближаемся к Мир горе. Подсочку же это подрубают. Зачем вот так подрубают, чтобы оно подтекало? Спускаются-таки. Смолу, да? А вот это чудесное место. Мир гора. Костер здесь, место для костра. Беседочка такая. Стол. Вот здесь, да, здесь действительно Мир гора. Большой такой навес. Муравейник есть. Ну, вот это святое место. Господь Бог, сохрани. Да, здесь действительно такая гора. Случается, самое высокое место в лесу. Здесь вот могилка даже. Здесь 8 ноября 1933 года погиб от рук бандитов Гуринович Петр Федорович. 1915 года рождения. Память от брата Михаила. Вот так, вот это святое место. А здесь вообще наикрутейший спуск. Да. Отсюда, если кто с санок сайгонет, то можно и с такой скоростью разбиться там внизу, наверное. Что-то не представляется, какой здесь уклон. Ну, вот такое, такой обзор Мир горы. Пусть здесь все будет с миром, пусть здесь больше никто не убивает никого. Память брата Михаила Гуринович Петр Федорович. Ну что же, все. Будем выдвигаться в сторону машины. Поедем, поедем домой. Здесь вот еще один, наверное, крест стоял. Что-то стояло здесь. Нет его уже. Так что всем, дорогие телезрители, всем всех благ, всего самого наилучшего. Берегите, в первую очередь, себя, своих родных, близких, любимых людей, чтобы у всех все было хорошо. Здесь вот еще один такой спуск. Мы поедем дальше делать видеообзоры деревенских домов, которые продаются по пути. Будем заезжать в какие-то места, в которых вы еще не были. Пишите комментарии под видео. Почему будем заезжать в разные места, делать видеообзоры? Потому что вот в этом месте я сам впервые за 30 лет, ну, здесь впервые, первый раз. Хотя я уже слышал об этом месте. Ну, вот решил, сделайте видеообзор и вам показать, дорогие друзья. Также пишите под видео комментарии. Любое видео на канале, которое достигнет свыше одного миллиона просмотров, то есть будет разыгран подарок от меня, от блогера, от Олега. Все, всем приятного настроения, чудесного дня, вечера. Ну, сосны здесь вообще такие здоровые. Берозу такую видел. Старый лес здесь, да, действительно старый. Все, всех бах, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok